Все эти переносы, как лично, вот я помню. Аврора РП открыли перенос аккаунтов. Знаете, весь этот проект нравится. Я на нём буду играть, я на нём буду делать вот эти вот все свои прочие вещи. Говорю, мол, то, это, там, вот эти вот все позиции. То есть там такая, знаете, ну, всех всё устраивает, в самом-то деле. Там, по-моему, ещё какие-то проекты запустили. И то есть всё это произошло, насколько я понимаю, в один день. Может, не в один день. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Я чё-то немного не понял. Вернее, вообще не понял. Почему один за другим проекты, знаете ли, открыли переносы к себе? Ну, то есть, я знаю то, что там у Эвольф РП, допустим, и у Самп РП, у них там такая, знаете, давняя вражда, давняя война. Одни переносят аккаунты других к себе на проект, другие к себе, там, и так далее, и тому подобное. С этим-то всё понятно. И было понятно уже давно, то, что, ну, типа, всё это работает, всё нормально. Вообще, нужно, наверное, начать с самого начала, как это обычно и полагается. Откуда вообще пошли все эти переносы, как лично вот я помню? Всё это было на таких, знаете, ну, БРП-серверах, на которых ты мог зайти и, типа, перенести вот свой аккаунт с какого-то конкретного сервера, с какого-то конкретного проекта, вот, на их сервер, на их проект с бонусом. Вот, то есть, там было примерно вот так вот, это такая, знаете, вот, я не знаю... Ну, в общем-то, неплохая компания была. Я тогда перенёс, по-моему, свой аккаунт с Advanced Roleplay, и вроде как, ну, всё это было нормально, и всё мне, в общем-то, понравилось в тот момент. И, типа, ну, я забыл про всё это, и потом, по-моему, в 2017-м, то ли 2018-м, то ли, возможно, в 2019-м году, я не понял, в общем-то, в какой-то вот такой, знаете, временной промежуток Aurora RP открыли перенос аккаунтов, и вот, типа, знаете, вот это вот все ситуации, люди, которые переносили аккаунты с одного проекта на другой, допустим, с Revent RP на Aurora RP, аккаунты чуваков с Revent RP их банили. Насколько я тогда помню, насколько тогда вот это вот всё говорили, то, что, мол, аккаунты банятся, та-та-та-та, на самом деле, аккаунты в тот момент банились за то, что ты, допустим, в какой-то чат можешь написать, мол, ой, да, блядь, да чё на этом Revent RP вообще делать? Вот я перенёс аккаунт на Aurora RP, и вот там-то у меня, знаете, всё так замечательно, всё так отлично, и вот мне прям, знаете, весь этот проект нравится, я на нём буду играть, я на нём буду делать вот эти вот все свои прочие вещи, и за это, разумеется, чуваков, которые на Revent RP так писали, их банили, а потом вот за это всё уже прицепились, делали вот эти вот прочие, в общем-то, смотрите мой провокационный видеоролик, он так и называется, провокационное видео на канале с Дан Семён на английском, там я всё это обсуждаю на протяжении часа, говорю, мол, то, это, там вот эти вот все позиции, то есть там такая, знаете, мультиреакция, и тот ролик, и этот ролик, и вот все вот эти вот прочие видеоролики, и ты, типа, такой смотришь и такой, ха, а неплохо на самом деле, мне вот прям, знаете, нравится вот это вот провокационное видео, пожалуй, подпишусь на канал, вот этот ЗДан Семён на английском, перейду на другой канал ЗДС на русском, и, в общем-то, подпишусь на все эти каналы, буду за ними следить, тем более, что ролики на ЗДС выходят каждый день в 20.00, а остальные видеоролики, они как бы, ну, тут уж извините, а бывает, что не выходят, ну, тут уж как вот случается, так и случается, ничего, к сожалению, с этим не поделать, да и нужно ли вообще с этим хоть что-то делать, когда в целом уже, ну, типа, ну, всех все устраивает, в самом-то деле, так вот, что же вообще произошло, я вот захожу в свой любимый журнал, вы, наверное, все его знаете, вы его должны знать, я о нем уже много раз говорил, захожу, и тут смотрю, мол, то, что Diamond Rully Play открыли перенос там с любого вот этого, знаете, проекта, с любого, по-моему, сервера, на свой вот этот вот проект, на свой вот этот вот сервер, то есть можно зайти, перенести свой аккаунт с какого-то одного проекта на Diamond RP, и тем самым начать игру вот на этом самом проекте под названием, ну, я думаю, вы знаете, как называется Diamond Rully Play, типа, ну, это же несложно, типа, додуматься и вообще сделать прочие вот эти вот свои логические умозаключения, и вроде того, что-то вот там, знаете, происходит. Потом я смотрю, и еще один проект под названием Everest Rully Play запустили тоже перенос аккаунт, и вообще, то есть, там, по-моему, еще какие-то проекты запустили, и то есть, все это произошло, насколько я понимаю, в один день, может, не в один день, может, просто, типа, там, знаете, рекламные посты вот вышли во все, хотя, знаете, нужно еще посмотреть, да, в первом посту, посте, в посту Diamond Rully Play, он, знаете, отмечен, и в еще одном посту, посте, по-посте, вот, Everest Rully Play тоже отмечен, что означает то, что это, знаете ли, рекламная запись. Только вот если, знаете, у Diamond Rully Play можно перенести с других проектов, с абсолютно любых проектов можно все это перенести, то на Everest Rully Play перенести аккаунт, допустим, с Arizona RP нельзя. Хотя, в целом, какой дебил, поиграв на Arizona RP, насладившись всей вот этой вот восхитительностью данного проекта абсолютно во всем. Да, разумеется, у проекта есть свои минусы, там, знаете, DM-щики, может быть, какая-то, знаете, какие-то запредельные цены на вот эти вот все машины, на транспорт, на прочие вещи, но это все обусловлено, знаете, экономикой и тем, что, типа, там, можно эти все деньги заработать очень легко и, типа, очень, ну, так, знаете, непринужденно, и чтобы все, типа, было, ну, нормально. И вообще, я сейчас смотрю на то, что вот запускаются вот эти вот все акции по переносу, я думаю, ребят, ну, типа, вы как-то все это договорились, вы, типа, вам кто-то, возможно, это все советует делать. То есть, ну, я не... Как вообще такое возможно, чтобы в один и тот же день и рекламные посты, чуваки, выпустили, и придумали вот эту вот всю фишку с переносом? Типа, ну, я... Хотя, зачем я вот это вот все обсуждаю, если в лайфсампе, вот в моем, вот этом, знаете, любимом издании, в нем есть такая, знаете ли, смешная картиночка, вот человек, знаете, сидит такой, типа, да, я перенес свой ак на даймонд, а потом продал его, завтра перенесу еще раз, неплохой бизнес. Собака все это слышит и начинает душить своего хозяина за то, что он, вот, сделал нечто подобное. То есть, мем смешной, а ситуация, возможно, страшная, возможно, нет, потому что, ну, типа, там, знаете, уже и Рома ответил в комментариях, то, что, мол, задушили не владельца собаки, а задушили мошенника конченого, вот, там, сделали все прочие вот эти вот вещи, и... ну, вот, вроде того. Однако, думаю, что на этом вот эту вот, знаете ли, всю тему с переносами аккаунтов, ее можно и закрыть, и вообще все с ней сделать, потому что, ну, я просто, я не знаю, я не могу даже предположить, почему они все это сделали в один день, почему рекламную кампанию запустили также в один день, возможно, она будет более эффективна, хотя, вот, у человека есть выбор, перенести свой любой аккаунт с любого, ну, почти любой аккаунт с любого проекта на Diamond Roleplay, либо перенести свой аккаунт со всех серверов, кроме Arizona RP, на Everest Roleplay, которым никто не знает, на котором никто особо-таки не играет, который, там, знаете, недавно провел все это ОБТ, и вроде того. То есть, ну, разумеется, что человек выберет, да? То есть, вот такой вот вопрос у людей может появиться, типа, блин, Diamond Roleplay, топ-2 или какой там топ-3 в мониторинге GTA Sampa, или никому неизвестный Everest Roleplay. Что же вы, мне наоборот кажется, что с точки зрения какого-то, знаете, маркетинга, рекламы, ну, очень плохая задумка, публиковать свой пост в один день, типа, с Diamond RP, ну, это как-то, знаете, возможно, только для меня, да, возможно, маркетологи, маркетинговые вот эти все чуваки в комментариях, они скажут, да нет, да ты чё, они, наоборот, чуваки такие, типа, вспомнят об этой акции потом, и перенесут вот эти вот, знаешь, все свои аккаунты на другие проекты, и всё, у всех всегда будет хорошо, а ты вот даже обзоры ещё, знаешь ли, не написал, а тебе его скоро уже, знаете ли, выпускать, и делать все прочие вещи, а ты до сих пор его не написал, ну, ты вот, ца, ну, ты давай чё-нибудь там уже как-то это сделай, чтобы у всех-то всё хорошо было, и всё, и всё, и никаких вопросов тебе больше не будет. Однако, ладно, я играл на проекте Arizona Roleplay Phoenix, IP, а также мой никнейм Данте Коннор находится в описании, там же в описании находится ссылочка на мой Телеграм-канал, там же в описании мой промокод NOTOXIC54, там же в описании все прочие вещи, заходите, ознакомливайтесь со всей этой информацией, и чтобы у всех всё было хорошо, и, ну, неплохо, да.